Всем привет! В своих видеороликах мы не раз обращались к теме маркетинга. Не только в смысле рекламы и продвижения, то есть маркетинговых коммуникаций, а в более широком смысле этого слова, включая анализ потребительского поведения. Это только звучит сложно, а на самом деле имеет вполне осязаемый практический смысл даже в малом бизнесе. Как раз о модели потребительского поведения мы сегодня и поговорим. Ну что же, начинаем. На первый взгляд все совсем не сложно. Потенциальный покупатель ищет варианты удовлетворения своей потребности. Затем, найдя несколько предложений, он сравнивает их друг с другом, выбирает оптимальное для себя и совершает покупку. Что может быть проще? И вывод на первый взгляд тоже простой. Нужно сделать все возможное, чтобы в ходе поиска вариантов потребитель обязательно наткнулся на предложение именно вашей компании. А найдя его, убедился в том, что оно лучшее. И это значит, что нужна как можно более интенсивная и эффективная реклама. Ну и не забываем про сам продукт и удобный процесс совершения покупки. В одном из роликов мы уже рассказывали, что входит в понятие продукт с точки зрения маркетинга. Вот только есть одна проблема. И вы, и ваши конкуренты делаете примерно одно и то же. Все бегут, плотной группой толкаясь локтями. Конкурент сделал сайт, и я сделаю два. Конкурент разместил рекламу в инстаграме, а я еще и тикток добавлю. Поэтому, чем дольше продолжается эта гонка, тем труднее, утомительнее и дороже обходится вам участие в ней. А результат не становится лучше или больше. Очень трудно вырваться вперед, если все делают примерно одно и то же. Есть ли выход? Поищем его, расширив модель потребительского поведения. С каждым годом привлечение нового покупателя обходится все дороже. И сохранять уже имеющихся потребителей становится все более важной задачей. Это сфера маркетинга взаимоотношений. Про лояльность потребителей мы уже рассказывали. Здесь работает не только то, что происходит в момент покупки, но и то, что будет после. Важен положительный опыт потребителя в ходе использования купленного продукта. Качественное сервисное обслуживание, например. А еще очень полезно побудить потребителя осознать, как ему повезло с вашим продуктом. В этом поможет, например, телефонный звонок. Алло? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, остались ли вы довольны обслуживанием в нашем сервисном центре? Ну, вполне. Скажите, а кресла в холле были удобные? Ну, да. А кофе был вкусным? Да. А персонал был достаточно приветлив? Достаточно. Спасибо, что выбрали именно нас. Ждем вас снова. До свидания. До свидания. Действительно, и кресло мягкое, и кофе ароматный. И от очаровательной девушки на ресепшн, ну, просто глаз не оторвать. Любимая, ты все равно красивее. Или красивее. Ну, поняла, короче? Поняла, поняла. Ну и все. В общем, и в самом деле молодцы. Хороший сервис. В следующий раз точно к ним поеду. Тихообслуживание делать. Имеет даже значение самый последний этап жизни продукта. Его утилизация. Вам помогут избавиться от старого товара и предложат новый на замену. Про систему трейд-ин, надеюсь, уже все слышали? Увы, учебники читали, если не все, то очень-очень многие. Так что в области маркетинга, взаимоотношений, конкуренция тоже высока. Надо что-то делать. Придется снова вернуться к модели потребительского поведения. И изучить, что происходит до того момента, когда потенциальный покупатель начинает искать варианты удовлетворения своей потребности. Потребность тут. Ключевое слово. Все начинается с ее формирования. Это трудно сделать. Особенно в более-менее развитой стране, где самые основные потребности жителей уже удовлетворены. Трудно, но можно. Вообще, современный маркетинг это управление нашими с вами потребностями. В ход идут любые инструменты. Мода, хайп, стремление быть как все. Или наоборот, стремление выделиться. Наиболее беспринципные компании используют даже наши страхи, стараясь напугать нас посильнее, создавая новую потребность. А вы знаете, что такое парадонтос? Знаете? Откуда? Из рекламы? Хм. А как насчет гингивита? Бу! А дальше дело техники. Нужно предоставить необходимую информацию, чтобы потребность превратилась в ценность. Зубная паста, белый клык, защитит вас от гингивита гораздо лучше, чем обычная зубная паста. Ну а потом, уже по привычной схеме, но уже с отрывом от конкурентов. Ведь у товара появилось преимущество. Фора на старте. Новая потребность, ставшая дополнительной ценностью. Расширенная модель потребительского поведения позволяет лучше понять, что происходит на современном рынке. Если вы преуспеете в традиционном маркетинге от рекламы продукта до его продажи, то ваши продажи будут расти. Если вы научитесь эффективно управлять взаимоотношениями с потребителями, обеспечивая их лояльность, то будут расти не только продажи, но и ваша прибыль. Ну а если вам удастся найти или создать новую потребность, то вы заработаете миллиарды. Что вы говорите? Это удается далеко не всем, но и успешных историй на рынке немало. Теперь вы знаете, в чем секрет таких головокружительных взлетов. Искренне надеемся, что вам повезет. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся!